Доброе утро, дорогие друзья! Очень рада вас видеть в это прекрасное осеннее утро на телеканале ТДК-42. Ну а вместе с вами вновь Айгульта Ружбаева и Аселя Рахметова. Пусть каждое утро начинается с отличного настроения, ведь как его встретишь, так и проведешь весь день. Ну а сегодня, дорогие телезрители, мы поговорим, как приготовить печеные груши в тесте. А также наши детки вас развеселят. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Ну а на календаре 20 октября, именно в этот день, мы празднуем вместе с вами Всемирный день повара, а также Международный день статистики. Замечательный отель. Ну а прямо сейчас разминка, которая покажет, в свою очередь, несравненный Ассан. Смотрим на экран. Доброе утро, Уральск! Меня зовут Ассан, и это разминка в стиле хип-хоп. Поехали! 5, 6, 7, право, 8. И то же самое на ритм. И ритм. Отлично! И ритм. Всем отличного настроения, спасибо, что были с нами. Пока! Печеные в тесте груши – это самый невероятный вкусный десерт, который, пожалуй, необходимо попробовать, Ассель. Я с тобой полностью соглашусь, но у меня есть маленькое дополнение – хрустящее тесто, сочные груши и пикантная начинка с шоколадовой корицей, которая оставит неизгладимый вслед вашей в памяти. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор С.Егорова Цинкуту Редактор субтитров О.Гури bigger Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здорово, Василь! Ну а более подробнее в следующем сюжете, дорогие телезрители. Областной перинатальный центр по итогам рейтинга, проводимого Министерством здравоохранения и социального развития, признан лучшим в Казахстане. При вынесении оценки были учтены множество критериев. За 9 месяцев принято уже где-то около 5000 родов. А за год мы ожидаем где-то около 7000 родов. Это большой объем. Ежегодно мы выхаживаем 500 граммов детей. Один, два, три случая. Ребенок у меня второй. Дома у меня девочка. Сейчас родила я мальчика. Волновалась, конечно, шла, потому что я рожала через операцию кесарем в сечении. Все прошло хорошо. Персонал встретил очень добродушно, хорошо встретили. Все объяснили, рассказали, как все будет проходить. Подготовили меня и психологически, и морально, и физически тоже. Мне очень, конечно, понравилось. Многие девушки мечтают о кудряшках, но не все готовы потратить много времени на их создание. А вот следующий сюжет нам с тобой и нашим дорогим телезрителям покажет два способа, как быстро и легко справиться с этой незадачей. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас, дорогие телезрители, наши милейшие детишки вас развеселят и отвлекут вас от домашних хлопот. Апельсин, 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 вкусно такой, только он кислый чуть-чуть, и надо него в чашечку ложить чаем. Апельсин, 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 Апельсин бочок на дереве и, например, его лезут ножиком. Апельсин закусать. О полезностях орехов знают многие, что они насыщают наш организм полезными свойствами, а также заряжают необходимой энергией. Это точно отель. Плюс ко всему прочему, по достоинству могут оценить тех, кто сидит на диете. Орехи – пища, любимая всеми, как взрослыми, так и детьми. Диетологи и врачи рекомендуют включать их в свой рацион и использовать как в качестве перекуса, так и основного приема пищи. Энергетический потенциал орехов достаточен для того, чтобы зарядить организм энергией как минимум на 3 часа. Если о калорийности утреннего приема пищи диетологи еще продолжают спорить, то о его необходимости уже нет. Завтракать необходимо обязательно, ведь как еще удастся пополнить запас энергии, дать организму силы для умственного и физического труда в течение дня. Если пропустить этот важный прием пищи и пополнить организм питательными веществами только в обед, то заряд бодрости можно будет почувствовать лишь к вечеру. А это прямой путь к перееданию на ночь и проблемам с пищеварением и в работе сердечно-сосудистой системы. Если нет времени жарить яичницу и готовить что-то еще, можно съесть грецкие орехи на завтрак. Во-первых, это очень удобно, можно взять с собой орешков и положить в сумочку и позавтракать по дороге в офис. Во-вторых, их не нужно готовить, достаточно просто взять и съесть. К тому же сегодня в продаже можно найти уже готовые к употреблению очищенные от скорлупы ядра. И хотя калорийность как грецких, так и любых других видов орехов довольно высока, 500-700 килокалорий на 100 грамм, их можно и нужно употреблять в пищу даже тем, кто следит за своей фигурой. В первую очередь орехи на завтрак обеспечивают организм так необходимыми ему ненасыщенными жирными яслотами. Именно они дают заряд бодрости, улучшают работу мозга, сердца и сосудов, борются с воспалением и ранним старением. Орехи вполне способны заменить собой мясо, так как содержащий в них растительный белок хорошо усваивается, а лицетин обеспечивает качественную работу мозга и нервной системы. Так что ешьте орехи на здоровье! Василий, многие девушки задумываются, как же сохранить свой дневной макияж до конца дня? Я думаю, что следующий сюжет ответит на все наши вопросы. Внимание на экран! Сегодня Центр Эстетики Омоложения Мерлил поделился с вами нашей прекрасной девушке следующими простыми советами. Как сохранить нанесенный с утра макияж до позднего вечера? Для начала необходимо начинать увлажнитель. После его впитывания кожа потребуется гораздо дольше времени, чтобы снова стать сухой или жирной, что безусловно и портит ваш макияж. Обладательницам сухой кожи лучше подойдет интенсивно увлажняющий крем – жирный матирующий гель. Таким образом и макияж дольше продержится, и коже это не причинит вреда. После увлажнителя можно наносить сам макияж и начать лучше с основы. Она не только помогает макияж продержаться дольше, но и поможет корректировать цвет и текстуру вашего лица. Часто тональный крем на протяжении дня скатывается в некрасивые комочки. Чтобы избежать такой проблемы, нужно наносить его сразу или же после основы. Сверху можно нанести едва заметный слой пудры. Убить, что и веки, заодно со всем лицом вы тоже заретушировали основы. Только так тень не скатывается через полчаса. К тому же цвет будет смотреться гораздо красочнее. Румяные тени должны быть жидкой текстурой. Тушь и карандаш водостойкими. Накладывая основу, не обходите вниманием губы. Помада в этом плане ничем не отличается от тонального крема или теней. Она тоже держится долго благодаря базе под макияж. Пока вы делаете весь остальной макияж, нанесите ее на губы поверх основы. А в самом конце зафиксируйте с помощью прозрачного блеска, который можно обновлять на протяжении всего дня. Возьмите эти простые советы за правила и забудьте про постоянно исчезающий макияж. Милые дамы, приходите в Центр эстетики омоложения Мерлил, и мы всегда сделаем для вас превосходный макияж. Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, 1 этаж. Или звоните и записывайтесь по телефону 30 10 10. А мы напоминаем, дорогие телезрители, что все сюжеты передачи «Доброе утро» вы сможете посмотреть на нашем сайте ТДК-42. А эфир телеканала ТДК-42 продолжит наши коллеги. Не переключайтесь. Редакция «Доброго утра» желает вам всего наилучшего. Позитива, улыбок. До завтра. Сегодня овны будут характеризоваться неоправданной спешкой. Вы и сами не будете понимать, куда и зачем торопитесь. В рабочей сфере будьте готовы к давлению со стороны коллег. Тельцам же не придется ни о чем беспокоиться. Звезды сами решат вашу судьбу в самом наилучшем виде. Если вам кто-то нравится, сегодня есть вероятность романтических встреч с этим человеком. Близнецам же следует отложить запуск новых проектов на завтра. Сегодня планеты не благоволят к развитию и успеху в новых начинаниях. Раки сегодня будут таинственными и загадочными. Эта интрига будет притягивать внимание противоположного пола. Вы будете как магнит для романтических приключений. Львы могут отказаться от выполнения любых требований своих коллег. По работе, к счастью для вас, такое поведение в некоторых может оказаться для вас спасительным. Планы Дивы на сегодняшний день могут оказаться под угрозой срыва. Вечером также есть вероятность разочарований в личных отношениях. Весы проведут большую работу по своему внешнему виду. Возможно, вам захочется избавиться от какого-то внешнего дефекта, если даже придется пойти на операцию. У Скорпионов же, если есть любимый человек или даже супруг, будьте осторожнее с тратами. Легкомысленное отношение к деньгам может привести к конфликтам. Сегодня стрельцы будут видеть всех насквозь, а ложь будет видна как на ладони. Это понимание ситуации может избежать множества проблем. В этот день козероги могут быть чрезвычайно болтливыми. К сожалению, из-за вашего желания почесать языком, вы ставите под угрозу выполнение своих рабочих обязанностей. Сегодня водолеи смогут просто наслаждаться окружающим миром. Ваша гордость за себя и свои достижения может быть видна за километр. Рыбы же могут, потратившись большую часть своего дня на младших родственников. Не исключено, что придется ухаживать за больным ребенком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова